Слава Христу! Помните меня? Ну вы заходили на наши ресурсы? Да, я кстати смотрел это как. Думал вы меня... Не помню, брат. Заходил он, заходил. Если вам нужно будет по скайпу, вы заходите меня, возьмите. Внизу. Я на ютубе подписался. Так, вы какие-то вопросы подготовили? Есть у вас что-то? А я даже не ожидал, что у вас еще раз встречается. Да, мы не знали-то. Мы зашли. Сейчас зашли на одного, он говорит, а я сатане поклоняюсь. Сатане. Мы ему говорим, я говорю, это самый роковой день в твоей жизни, который ты сегодня отрекаешься от Бога. Сатана будет брошен в огонь, в вечную гену. Я вчера зашел на ваш канал и смотрел видео, как вы от комаров на пушке сделали столики, вот этот крапива там была, покосили, там кормили детей. Это 2015 год, по-моему, 2016 был. Да. Но вы новая страница, которая есть, новая сегодня, вы увидите сами себя, потому что вы уже попали в нас в ролик. Да. Обязательно. И что сейчас говорим, тоже будет выставлено. Там надо название ему сказать. Ну, название какое там, там Лука или другой. Идите, ищите грешников, там написано, вы увидите. Там видно, что... Это уже выложили бы на YouTube? Ну, сейчас не выложили, там администрация обрабатывает, когда пришлют обратно, мы тогда вышли. Обязательно будет выставлено, так скажем, в пределах полмесяца. Угу. Так что в эти номера вы все... Ну, увидите, о чем говорится-то, что... И мы находимся на этом канале зла, разврата, тьмы. Я сегодня ролик сейчас насчитал, что такое рулетка, вот этот чат. Кто его изобрел? Вы знаете, кто его изобрел? Кто? А кто? Не знаю. Понятно. Ну, вот узнайте, другой раз спросите, а я сегодня отвечаю на это. Это мальчишка, двоечник, 17-летний. Он миллионы заработал, сейчас живет в Америке и никому не дает интервью. А что он, какой интервью даст? Он двоечник, 17-летний. Этот, вот этот, который канал, это канал тьмы, бесовщины, всякая разврата. Мы проповедуем Христа, мы выполняем послание Чисто Христа, идите по изгородям, по канавам, собирайте, говорите, может кто-то придет на брачный пир к Сыну Божию. А остальные, это зачем там? Вот сейчас мужик один говорит, а я не такой. А в конце разговора говорит, а я разведенный, жена ушла. Ну, ты затем и ищешь себе удовольствие. Другого-то нечего здесь. Мусульмане, почему? Ему четыре жены официально, а любовь безразмерна. И они здесь и торчат. Тут их 80% набилось. Тут очень контингент людей такой очень опасный для общества. Опасный контингент людей? Да, да, ну мы даже сказать, чтобы они искали Христа. Без Христа нет спасения. Почему в Деяниях Апостолов 4.12 написано, нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. А кто будет говорить не то? Он говорит, а у меня в Коране написано, он был пророк, не Бог. Я говорю, слушай внимательно, Галатам, первая глава, восьмой, девятый стих. Если мы, или ангелы, будут благовествовать не то, что мы благовествуем, да будет анапима, херем, проклятие. Вот и все. Я тебе сказал. Я ваши книги не трогаю. Я вам говорю, наше Евангелие, Слово Божие, Святую Библию. Вот так. Ну что там? Что-нибудь еще расскажите мне. Что рассказать? Надо жить, исполняя заповедь. Первая заповедь, какая Божья? Возлюби Господа Бога твою всем умом твоим, всей крепостью, всей душою, всем помышлением твоим. Это на первом месте. Всем, сто процентов. И второе, люби ближнего, как самого себя. А тут, значит, так как себя. Я вот питаюсь, допустим, бедно, я другого могу только так угостить. Не сказано, что... А еще вроде такая заповедь есть, возлюби врага своего, или что-то? Да, это уже другое. Это уже третья, четвертая заповедь. А это вот первое. Врага возлюби, как голоди, накорми, напой, не дай ему умереть. Это во времена, еще в Ветхом Завете, у Елисея было. Он сделал так. Говорит, враг идет, он взял, помолился, и враги все ослепли. И они этого не понимают. Они просто идут, ну как сонные-то, ничего не видят-то. И зашли на половину государства израильска. А потом он глаза открыл. А что они окруженные, как Павлюс, 68-я армия Фридриха. Ну и что делать? А тогда царь говорит, может побить их? Он говорит, а ты завоевывал их? Ты смотри, сколько у них здесь больных. Ноги истерли, и шли так далеко. Приготовь подводы, скорую помощь, накормите, напойте, дайте им потребное, и в Сирию обратно отправляйте. А они тебе приехали, и говорят, они нас не убили. Не убили. И с тех пор больше воевать с Израилем не стали. Они завоевали их. Вот и весь ответ говорят, а что, Гитлер пришел, воевать не надо? А они тебе ничего не даст. 30 миллионов отдали, а страну все равно потеряли. Советский Союз-то распался, а Гитлер не мог сделать. А что делать? Молиться. А если бы мы молились, жили правильно, Гитлер не защелся бы, он не родился бы. Вот как надо рассуждать. То есть, предыдущие события надо смотреть. Игнатий, а можно вас, как вас по отчеству, как вам обращаться? Тихонович. Игнатий Тихонович, а вот смотрите, вы, получается, сейчас у вас лагеря нету, да? Я по-другому, в другом формате. Мы купили несколько домов, и люди приезжают, живут в домах, как в гостях. А туда уже Роспотребнадзор не может зайти. А все тот же порядок, так же встаем, так же работаем, купаемся, ягоды собираем, занятия иду. И все идет точно так же. Тоже распорядок. Это уже выходит у меня 47 лет стажу с детьми возиться. Я просто смотрел, когда ваш канал, ну что-то тоже так захотелось посетить вас это вот это место. Ну вот что желаете, и вы возьмете. Успевайте, пока я живой. Я вам на все вопросы отвечу. Непросто было зарегистрироваться. Все непросто было с нуля начать деревню строить. Мы знаем, 21 тысяча деревень разрушена. И ни одну не восстанавливают. Мы первые начали. На каких условиях? На православных, старинных, благочестивых обычаях. Старинных. У нас все одеты должны быть как положено. В оголенном виде там без галки переходить нигде нету. Девочка, даже самая маленькая, если выходит из заграда, должна быть в платке. Все идут. Добрый день. Христос воскрес. Это другой совсем народ идет. А школа государственная, учителя верующие. Та же программа государственная. Учителя получают зарплату от государства. А вот можно спросить, а вот смотрел, когда вот у вас летом дети, почему босиком уходите? А это полезно. Это не, потому что Иванов говорил. Не, не поэтому. Вот. Порфирий Корнеевич такой водой обливается, там приучал где-то. Ходить надо босиком. Вот, допустим, подошву человека возьмем, вы где-то зарядите. Скажите, подошва человека что вмещает? Вот две подошвы человека. И там показано, вот это место, если давить, сердце положительно, вот здесь вот правый глаз, а вот здесь вот левый глаз, а вот здесь язык, а вот здесь межребер, а вот здесь печень. А как узнать? А никак, ходи босиком, ты наступишь где-то. Это полезно, весь организм здоровый. Я вот босиком, пас коров, мне 80 лет, а я еще ни одной таблетки не съел. Не нужно. И пища самая постная, я мясо больше 50 лет не ем, алкоголя нету. Мне это не надо совсем. Почему? У меня очень хорошее здоровье. А почему? Я верующий, ходил босиком. Понял. А вот смотрите, а вот к вам ведь не всем нельзя попасть, да? Да, сейчас, я вам отвечу сейчас, покажу. Где у меня тут это? Так, подожди-ка. Вот, я сейчас достану. Вот такие вот продают. Видите, это у них пупурышки такие. Дома босиком в городе, можешь по ним ходить, чтобы все время наступать на них. Это специально. Как будто ты ходишь где-то по полю, и у тебя отображается на все органы, на глаза, на уши, на все. Вот такая продается. Вам видно, нет? Вижу. Ну вот. Пожалуйста. Она небольшая. Ну сколько? У меня что-то типа такого было, только там были иголочки. 22 сантиметра примерно ширина, но она квадратная. Все. Вижу. Пожалуйста. Так, слушай. Игнат, вот слушайте, а вот ведь в памятник не каждый может попасть, да? Если разрешим, может каждый. В какое время? Кто вы такой? Мы даже познакомимся. Вот я вас не знаю. Я вам сейчас... То есть вы тот или не тот? Я вам могу задать сейчас загадку. И вы ее, если выполните, я узнаю, вы именно тот. А как? Очень просто. Как ваше фамилия и имя? Меня зовут Баранов Кирилл Сергеевич. Вот. А вы сказали, откуда вы знаете? То есть вы знаете, а я не знаю. Теперь вы говорите, я живу в каком городе? Я живу в республике Мордовия, в городе Саранск. Вот. Теперь я хочу узнать, в Саранске вы там действительно или нет? И вы, если в сайт заходите, в скайп, в скайп сегодня, вот в скайп зайдете, зарядите лапки на игнате, я вам даю задание. В течение двух часов, чтобы вы на меня вышли, возьмите в руки паспорт и сфотографируйте с паспортом, открытый второй снимок, другая страница, прописку. Я узнал, кто вы. А теперь как в Саранске узнать? А может, вы живете в другом месте? Сегодня же пойдите, где городская администрация, и вот так вот руку положите, вот так вот положите правую руку и сфотографируйтесь. Вы не успеете сделать за другие часы. И там будет написано, какой город. А теперь я скажу, возьмите военные билеты, если есть, пойдите к военкома, сфотографируйтесь, вот так руку положите. Вы когда это выполнили, я знаю, вы тот самый, за кого вы даете себя. Просто у нас часовой поезд чуть другой. У меня сейчас время 5 часов утра. 5 часов утра у него сейчас. Так, у нас 4.40 мы встаем. Я к примеру говорю, если мы вам разрешим, то только когда будем знать. У нас 7 июля будет крещение в озере. Люди отовсюду приезжают. Мы выдадим вам маршрутку, как приехать, где остановиться, как дойти. Обязательно, конечно, с документами. Обязательно, чтобы был не курящий. Курящий проход. Вы должны быть обязательно в подпоясанной. Вот так. Ну, это не трудное дело-то. И мы выдаем маршрутку. Если на своей машине, как приехать, где повернуть. А адресов дадим, адресов 10. Что если в один не отвечает, ну, телефоны, на другие позволить. Я бы летом очень хотел к вам попасть. Ну, вот не теряйте с нами связь. Уже в мае я вам постараюсь дать ответ, подойдете вы или нет. Если вы не курите, уже половина вопросов снята. Дальше вы верующие. Еще процентов 10 за вас. А дальше мы должны узнать, возраст не против ли родителей. А если женаты, могли взять детей и у нас поработать и отдохнуть. Мне 20 лет, родители уж не против. У меня мать наоборот. Она в церкви поет. Да, вы самостоятельный человек. Вы зайдете на наш, на первую страницу. Зайдите на первую страницу именно. И вы увидите, я день назад беседовал с одним юношей. Он в музыкальном училище учится где-то. И наша прихожанка там учится. Ему 20 лет, а ей 16. Но она очень приятная наружность. И у нее около 100 наград. На конкурсах музыкальных, на партий пиано, она победы одерживала. А он поет. И он с ней познакомился, и к нам пришел молиться. Мы стали расспрашивать. А он обрезанный мусульманин. Но я, как мусульманцы, не хожу. Я сказал, тогда вот придите с родителями, поговорите, как они, примут вас или не примут ваши слова. Вы не забывайте, это мусульманцы, это серьезное дело. И он поговорил с дядей, а остальной отец давно ушел, мать против. А я, говорит, самостоятельный. И дальше наша беседа записана и выставлена два дня назад. И вы посмотрите, чем она закончилась. Посмотрю. Он такой видный парень из себя. А название сказали у ролика? Твой Бог. Твой народ, мой народ. Твой Бог, мой Бог. Это книга Руфь называется. Оттуда. Твой Бог, мой Бог. Этот ролик где найти? На Ютубе? На Ютубе? Ну, прям в самом начале. Только вы зайдите в начало, вы где-то зашли там далеко. В начале, это каждый день я выставляю ролики. Вот сегодня утром я выставил 13 роликов. 13 в один день. И все разные. Вот я захожу на ваш сайт, вот я в телефоне захожу. Ну да, что там на первом, посмотрите, что там в самом начале? Первый самый раб праведности и раб греха. Правильно, это моя проповедь в храме. А вот дальше, если вы пройдете, ну не больше 20 роликов, и вы этот ролик увидите. Там судит юноша и вот Игнать Тихонович. Рядом они сидят на скамейке. Заглавная эта картинка. Твой Бог, мой Бог. И название ролика. Это из Библии такое. То есть он переходит в христианство. Он согласен принять крещение, ну и все проще. Ну и теперь вот дальше. Мы сказали, чтобы нигде не встречался с нашей девушкой. Нигде не разговаривал. Нашли? Нет. Это народ будет моим народом. Да, 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 да. Твой. Вот это самое и есть. И твой Бог будет моим Богом. Да. Это из Библии выдержка взята. Там написана книга Руфь. Откуда я взял? Это не мои слова. Библейские. Она из Мавитянок пришла. Когда мужья умерли, она пошла со свихровкой. Пришла. А одна живет. А свихровка говорит, мой свояк тут есть. Он на гумне. Ты к нему приди там. Подними, где он спит. Ты околонок ляжь. И он узнал, кто она такая. То есть не тронул ее. Она говорит, он тебя не тронет. Он Бога боится там. И дальше. А у него родственник есть. Он тогда выставил и говорит, вот вернулась она иметь. И с ней пришла ее сноха, так сказать. И она претендует на это поле, которое им принадлежало. А ты родственник, который ближе можешь купить. Он говорит, я покупаю. Он говорит, если покупаешь, тогда возьми в жену вот эту Руфь. Он говорит, я взять не могу, потому что жены-то не работали, дома были. Он говорит, не берешь, отказываешься, отказываешься. У них закон был такой, он должен был свидетели, подпишутся, что он отказался, все по закону. И он снимал свой сапог, который неудачный покупатель-то. И в знак того, что я дальше не могу идти, в этом судебном процессе все закончилось. Не надо юридических институтов. И она родила Иесея. А Иесей родил Давида, пророка царя. Она вошла в родословную Христа. А она не еврейка. И поэтому говорить о чистоте крови, евреи так не говорили. Приняла веру, вот это и вера. А сегодня, как у этого, у Генриха было, Мюллера, кто не Мюллер этот называется, у немцев, вот, а кто главный СС занимался-то? Гиммлер. У Гиммлера они выводили расу своих людей. Специально женщины оплодотворяли такими. И там уже 200 тысяч таких было. А реверея определяли по вере. Принял веру, хоть ты кто будь. Хоть какой. Узкоглазый там, чернокожий, не имело значения. Один Ахиор уверовал там совсем другой нации. Его приняли, он принял обрезание. Ну, к примеру, я говорю. Вот вы когда увидите, какие наши рассуждения. Потом, если дальше пройдете, собрание идет у нас. А Сергей, который умер парализованный, ролики выставлены. У нас совершенно не похожие на другие видеоканалы. Там вот вы считаете, проповедь моя прошлых лет. Даша, жития святых. У вас знаете, чем отличается очень сильно видео от всех? У вас нет монтажа, у вас как идет напрямую? Вот так и идет. Мы не умеем монтировать. А который Сергей парализован, он монтировал. Я его, теперь он умер, я его весь ресурс забрал себе. Потому что он иконописец был, писал икону. А когда мы познакомились, он начал заниматься благовестием. Ближе меня никого не было. И там вы видите, моя переписка за 7 лет. Посмотрите, как она грамотно сделала. Это новые люди пришли. Картинка, Сергей, стрелка ко мне. Это он говорит дальше. Я и стрелка на него идет. Я ему говорю. За 7 лет он парализован. Мне ответил 890 раз. А я ему 1890. и вы увидите, о чем мы беседуем. Там такие места. Вот если вы зайдете на наш сайт. Я заходил, я только посмотрел про ваш быт. Вот как вот в лагере у вас там ходят дети. Как вот выходили, там мужчина дрова рубил, типа говорите. Это в Ютубе. Это в Ютубе. Это в Ютубе смотрели. А вот это сайт. Вот. Вот это сайт. Вот я показываю вам, где он сайт. Вот он. Если вы зарядите во свете Библии сайт, вы зайдете на него. И там мои книги. У меня 41 книга вышла из печати. Из печати 38. И вот как только зайдете в сайт, он такой красочный, и сразу посередке написано для слова «Боже, нет уст». Это моя книга. Она является ключом ко всем книгам. Это моя биография. Как в тюрьмах, как судили, что о нас печатали, газеты здесь за рубежом, уставы наши. Все там написано. 750 страниц. Это срез истории. И вы тогда будете больше знать о нас. Это называется в свете Библии? Да, сайт, сайт. Не YouTube, сайт. Нет, я знаю. Я набрал в интернете. Да, а теперь возьмите еще, если напишите вот так, вот во свете Библии форум. На форуме 1600 тем. И там общий поиск, если вы зарядите, общий поиск. Вас интересует, что вы найдете. Полнее даже нельзя сказать. Тысячи страниц. Я уже нашел. Вот, наш сайт нашли, да? А вот теперь ткните. Ткните там, где вверху, для слова Божия нету, посмотрите. Сейчас он нагрузит. Вот, для слова Божия нету, ткните, и там пойдет оглавление. Как? Ткнули? Ткнули? У него загрузка идет пока. А может, это не этот сайт. Я тут вымыслы человеческие, ненавижу, а закон твой любви. Нет. Да, да, да. Это так. А там, когда самая страничка-то откроется, и там книги есть, такая рамка, и написано для слова Божия нету. Она вас не раскрылась, видать. Там есть к истинному православию, потом нового завета, столкования, вот такие вот рамочки выставлены. Да, да, да. Вот для слова Божия нету, нажмите на него, и вы выйдете на оглавление. Ткните. Книга первая. Магнитофонизация всей Сибири. О, за что меня судили? Теперь дальше вы посмотрите, там суд идет как, и тайно записано, отослали во Францию, и там напечатали, а здесь перепечатали мы. Вы вот сюда зайдите. Это ключ ко всем книгам, к нам. Когда вы просчитаете это все, вы поймете, с кем разговариваете. Я когда вернулся, я подал в суд, я был реабилитирован. И по судебным издержкам они должны заплатить, мне были 11 миллиардов. Не доминированные. Но 11 лет шел в суд, я выиграл, но они там одну двухсотую часть. И тоже рассчитываться нечем. И тогда я предложил рассчитаться недвижимостью. А ответчиком оказалась городская администрация. А КГБ отошли в сторону. Через них проходило-то. И тогда у меня знакомый был близкий такой прокурор края, генерал-лейтенант, там судья. И решили, так, дайте мне два дома в центре города. В Барнауле. Два деревянных домика. В одном мы молимся, а в другом, вот я с вами сейчас разговариваю. 226 квадратных метров на оба дома. Мы все отремонтировали, построили. И вы в наших роликах все это увидите. Когда я на улице снимаю голубей, какая... Я видел в ролике, как вы на улице с голубями, там одна старенькая голубка пушистая, вы ее куда-то загоняли. Да, да. Я люблю голубей всю жизнь. У вас две голубятни, по-моему, да? Да. Как говорится? Две голубятни у вас. Голубятня одна здесь, а другая в деревне. Там две у меня голубятни. Вот, я просто когда смотрел... Я вот сразу вчера после вашего разговора сразу же зашел на YouTube и начал смотреть ролики. Я вам скажу заранее. Такого YouTube нигде нет у Васей Мировой сети. Почему? Потому что тут насчитано мной Златоуст 12 томов. Выставляем. Житие 12 томов. Тысячи проповедей. Такие поездки, издания, книги, детский лагерь, восстановление деревни. Нет нигде этого. Дальше. Сайта такого тоже нет. Там государственные фильмы, государственные, снятые о нас. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе, а второй Златоуст из Потеряевки, это мое прозвище, первое место в России. Это не на дороге валяется. А потом еще там второе крещение Руси, там он без всяких знаков, но очень подробно все показывает, снимок. А тогда снимали, видео-то не было, вот такие бобины, они приезжали тут и снимали. Государственные. Документальные фильмы. Это было, было такое в моей биографии. Это Бог сделал мне биографию такую. А так бы они меня не трогали, ну и еще бы не было. А вот можно спросить, а вот сейчас вот зимой чем вы занимаетесь? А вот с вами беседую. Ну, а в быту? Так, ну скажите, чем я могу заниматься? По порядку. В первую очередь, со мной рядом вот мой дорогой Владимир. Он все делает, он заносит уголь сюда, дрова колет, а дрова привезли из Потеряевки. А здесь печку топлю я, когда он утром спит, а он позже ложится. Он затопит там, где молимся. Если когда можно снег где-то поубирать, я маленько помогу. Смотрю за голубями, кормлю воробьев журналов, занимаюсь голубями, голубями, кошками. Приходят люди, отвечаю в интернете, пишу новые статьи. То есть, я настолько занят, у меня продыхнуть времени нету. Идут занятия. Три занятия по скайпу, три. Одно занятие в храме идет, это все на мне. То есть, у меня свободного времени нет, у меня опыт, которого я не знаю, кого есть или нет. Вот выступают которые церковники, у них ничего нету. Они так виляют там за деньги, у нас ничего за деньги не делается. Ни крещение, ничто. Десятина все восполняет. Они не могут взять ни десятину, ни... Поэтому торгуют, назначают, и только сидят и на одном месте. А вы меня видите, где я на дороге, там с детьми на холме что-то делаю, пилю, делаю печку. Это все можно увидеть. А у них ничего нету. И они на меня нападают. Еретик, раскольник, а меня это не трогает. Мне за это награда от Бога будет. Это они раскольники. Они крестят ладошкой по голове. А надо трижды под воду. У них учат минут 15. Это хорошо. А у меня 500 часов. Разница есть? 500 часов в университетах готовили людей. Кроме того, я три программы вел регулярно по радио и по телевидению. Регулярно. 13 школ. 5 отделов милиции. Городской и краевой отдел милиции. Все воинские части. Заводы и фабрики. КГБ. И где бы ни было, я везде проповедовал. Это нельзя. Это невозможно. И везде приходилось рюкзаком Библии под себестоимость. В 10 раз дешевле, чем церкви. Чтобы дорогу оправдать. У них, которые нападают, у них нет ничего. Одно то, что наших роликов вот на нашем видеоканале 13 900. Ну, даже если отнять 100, которые я беру от Сергея, ну, и тогда понятно. Вы не найдете больше такого. А у нас ролики там бывает и по полтора часа занятия идут. Вы нас видите в любой обстановке. Вот я беседую в одном доме, в другом купаются ребятишки, в третьем мы идем в храм, в четвертом мы молимся, в пятое я приветствую архиерея, концерт ставится. То есть вы меня увидите, как говорят, в разных ипостасях не менее 50. А у них нет ничего, поэтому я к ним и сказать ничего не могу. Да мне и некогда с ними заниматься. Доброе. Есть такое выражение Сидора Пелосиотова, вы могли бы запомнить. Да, есть. Он говорит, предвзятость не дает здравого мышления, то есть заранее настроенное, а злоба вообще отнимает разум. Это глухонемые показывают так, то есть дурак. Ты уже подъехал, да? Все. Подальше, отойдите, если что-то позвонили. Вот так. Еще вопросы? Ну, есть. Подъезжай тогда, я сейчас выйду. А что самое главное, у нас будет пост такой? Да, сейчас все за этим будет великий пост. Тут уже я вам по телефону не скажу многое, а вы зайдите, вот сейчас зашли на сайт, сайт, а там на сайте вы рядом, для слова Божия не отус, написано «Кристину православию» моя книга. Я ее 40 лет собирал, 40 лет. По крупицам. И там вы оглавление найдете, написано «О посте», «Постите», там все сказано. Абсолютно все. И о посте столько нигде не сказано, потому что я работал с архивами. Как Россия всегда по... Каким уставом пользовались. На каждый день расписано, что можно вкушать. Иначе, мне надо ехать. Все, все. Ну, мы отходим. Володя уходит. Ну, все. С Богом. Спасибо. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Так, Лирил, давай, какие вопросы? Да все, у вас особых вопросов нет. теперь вы по скайпу выйдите на меня сегодня. По скайпу. И подпишитесь, чтобы я вас принял, не заблокировал. И тогда любой вопрос я вам разрешаю заходить один раз в неделю. Это у меня на первом месте стоят такие. Другие, которые не очень знакомы, две недели, другому, третьими разрешаю через месяц раз заходить. У меня в очередь становится. Ответы из Австралии, из Америки, из Канады, там, отовсюду. Люди желают знать. Володя, сегодня же говорили в Англию книги отправить-то. Он сказал, можно в Латвию. Возьми адрес сейчас, подожди, запиши. Вот сейчас, извини, мы отходим. Сегодня книги мои запросили, видишь, куда далеко. Они заплатили уже долларами, кончено. Я из книг, которые издал, 65% бесплатно раздал. Бесплатно. Развез по библиотекам мира. Этого тоже никто никогда не делал. Купили машину, и в машине теперь ехать и в библиотеки мира. До Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север, Юг, Турция, мусульманские. Этого никто не сделает с ними, если не будет Бога. Так, все. Кирилл, до свидания. До свидания. Храни вас Господь. Так.